Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о святой воде. Начало мира вода и начало Евангелия Эордан. От воды воссиял свет чувственный, ибо Дух Божий носился вверху воды и повелел из тьмы воссиять свету. От Эордана воссиял свет святого Евангелия. Со времени крещения Иисус начал проповедовать и говорить, пока эти сибы приблизилось Царствие Небесное. Использование освященной воды в христианстве восходит ко II веку. Согласно священному преданию, Папа Римский Александр I ввел в употребление обычай освящать дома святой водой. Окрепление дома водой с целью его очищения упоминается в деяниях апостола Петра. А водоосвящение перед крещением известно с конца второго. Начало третьего веков. Традиция почитания воды, набранной в день богоявления была известна не только в Александрийской церкви, где впервые начали отмечать этот праздник, но и в других церквях. Эту же традицию описывает и святитель Ион Златуст. В своей проповеди на праздник крещения Господня он сказал, в полночь на этот праздник все начерпав воды приносят ее домой и хранят ее целый год. Так как сегодня освящены воды и происходит явное знамение. Качество этой воды не портится с течением времени напротив. Начерпанная сегодня вода остается неиспорченной и свежей целый год, а часто и два или три. В 2016 году в Грузии в большом глиняном кувшине, вкопанном в землю археологы, обнаружили чистейшую святую воду. Вес приблизительно одна тонна. Эта вода была обнаружена на территории разрушенного храма в городе Кварели. Раскопки проводились в храме V века. Обрушенные после нашествия рабов в VIII веке. Стены храма естественным образом законсервировали кувшин. Освященная вода в этой емкости сохранила все свои полезные свойства, что было подтверждено лабораторным анализом. За этой освященной далекими предками водой приходят духовные лица и прихожане из окрестных церквей и монастырей. Ион Златуст, впервые описавший это свойство освященной воды, ничего не сообщает о совершении над водой каких-либо молитв. Все желающие просто набирали воду из местных источников. И святость ее имеет основание в самой дате праздника Богоявления. А не в том, что над водой прочитана молитва или совершено священодействие. Обычай совершать над Богоявленской водой молитву придумал Петр Гнафевс. Сообщается, что Петр Гнафевс придумал, чтобы таинство в церкви освящалось при всем народе. Чтобы вечером на Богоявление совершалось призывание над водами. Чтобы на каждой молитве упоминали Богородицу и на каждой литургии читали символ веры. Великое освящение совершается в Крещенский сечельник 18 января, накануне праздника Крещения Господня и в сам праздник на следующий день. При этом используется один и тот же чин. В день Богоявления освящение воды может совершаться с торжественным крестным ходом к водоему, известным под названием Хода на Иордан. В течение этих двух дней водосвятный молебен может быть отслужен неограниченное количество раз. Вода, освященная по чину Великого освящения, называется Великая Святыня. Ее разрешается пить только после особой молитвы и натыщак. Сокращенное Великое освящение совершается перед Таинством Крещения. В эту воду погружают принимающих Таинство Крещения, но не пьют ее. Малое освящение совершается по требнику на молебных с водосвятием в течение всего года. Водосвятные молебны совершаются в праздничные дни, определенные богослужебными указаниями. В отличие от крещенской, молебную святую воду дозволяется пить с молитвой, но не обязательно натыщак. Чин Великого освящения воды является более торжественным по сравнению с малым, и включает в себя большее количество песнопений и чтений. Обязательным как для Великого, так и для Малого освящения является чтение священником молитвы об освящении воды и погружение в чашу с водой креста. В праздник Крещения Господня освящение воды иногда проводится прямо на водоемах, озерах, реках, прудах. В России в специально прорубленных во льду прорубях, которые называют Иордань, в воспоминания Крещения Иисуса Христа в Иордане. В западных обрядах католической церкви принят термин благословение воды, тогда как в восточных освящениях. Сама вода именуется, как правило, не святой, а освященной. Православный священник окропляет прихожан святой водой. Святая вода используется в таинстве Крещения, которое делает человека членом церкви. Святая вода используется при освящении храмов и всех священных сосудов, при освящении жилых домов и бытовых предметов. Верующих окропляют святой водой на крестных ходах и при совершении молебнов, при помощи креста и особого богослужебного предмета – крапила. Православная церковная традиция рассматривает Великую Богоявленскую воду как своего рода «Утешение для отлученных от таинства Ивхаристии». Богоявленскую воду хранили в алтаре и после каждой литургии священник. Отлученному от причащения давал антидор и святую воду. В православии святая вода хранится верующими дома возле икон и употребляется в случае нужды. Ее выпивают иногда вместе с приятием просфора на тыщак. Ее окропляют жилища и предметы с чтением специальной молитвы. В католичестве освященная вода используется в таинстве крещения для окропления молящихся во время службы, при освящении храмов, жилых домов и бытовых предметов. В освященную воду обмакивают руку при совершении крестного знамения, при входе в храм и выходе из храма. Верующие могут хранить освященную воду дома и использовать для окропления жилища. Пить ее у католиков не принято. Святая вода по учению церкви обладает способностью исцеления больных. Серафим Вырицкий приходившим к нему больным советовал принимать по столовой ложке освященной воды через каждый час. Что нельзя делать со святой водой? Первое. Крещенскую воду стоит набирать не бездумно, а после участия в церковной службе или молитвы дома. Второе. Категорически запрещается набирать святую воду в грязную тару. Это великое неуважение набирать такую святыню в грязную посуду. Лучше всего набирать в баки или стеклянные банки. Но чаще всего набирают в пластиковые бутылки. Главное условие тара должна быть чистой. Даже если вы взяли бутылку из-под лимонада, ополосните ее. Третье. Не стоит кощунствовать и брать для этого бутылки из-под водки или пива. Особенно если на них остались этикетки. Четвертое. Запрещается принимать крещенскую воду женщинам в критические дни. Пятое. Ни в коем случае недопустимо вечное хранение воды про запас. Если ее принесли из храма один раз на крещение по принципу, чтобы была в доме. Потому что у всех есть. Это своего рода заточение святыни. Благодать святой воды не уменьшается, сколько бы она ни хранилась. А вот люди не обращающиеся к святыне окрадывают себя. Лучше всего не хранить воду, а делиться ее с близкими, соседями и друзьями. Шестое. Не стоит ставить святую воду в холодильник. Недопустимо и то, чтобы святая вода попала в сток. Седьмое. Святую воду нельзя выливать в раковину или канализацию. Если вода испортилась, ее необходимо вылить в реку или другой природный источник. Святую воду не выливают на землю. Ее выливают в непопираемое место. В то место, по которому не ходят люди и не бегают собаки. Можно вылить воду в реку, в цветочный гашок, в чистое место под деревом. А сосуд, в котором она хранилась, больше не пускать в бытовое употребление. Восьмое. Принимая или отдавая крещенскую воду ни в коем случае нельзя ругаться, ссориться, сквернословить. От такого отношения она портится, теряет святость. На этом на сегодня все. В следующий раз я расскажу вам о Туринской плащанице. Оставляйте свои комментарии. Что вы думаете об этом чуде? А также присылайте свои истории присутствия Бога в вашей жизни. Если вам не понравился рассказ, или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, то ставьте дизлайк. А если вы человек верующий, и вам понравился рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога, и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Всем пока.